Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы уже начали выдавать ключи 16 мая этого года. Совсем недавно уже первые жители счастливые появились. Людей из ветхого и аварийного жилья в Томилино начинают переселять. Можно поставить также на проветривание, чтобы окно не открывалось, и будет безопасно. Как обезопасить своего ребенка от выпадения из окна смотрите в выпуске. Все-таки социализировалась я тут, как личность выросла. Самые такие качества основные мне дала школа. А в городском округе отзвенели последние школьные звонки. Футбол все больше и больше становится популяренен в городском округе Люберцы. В Люберцах открыли футбольный сезон. Как прошла первая игра, узнаете в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной за отчетный период работы. Подробности в материале моих коллег. 1900 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. По ним возбуждено 29 уголовных дел. 21 преступления стражи порядка раскрыли по горячим следам. В том числе и резонансные. В поселке Малаховка было убийство. То есть убийство у нас открыто. Следственный комитет проводит проверку с возбуждением уголовного дела. Пять пожаров произошло за отчетный период на территории обслуживания Люберецкого гарнизона. Все происшествия в черте городского округа. И только в одном случае не обошлось без пострадавших. 17 мая в 6 часов 15 минут по адресу Комсомольский проспект дом 11А в одной из квартир произошло загорание личных вещей и мебели на площадь 1 квадратных метр. К сожалению, пострадали два человека. 1998 года рождения с диагнозом отравления продуктами горения от госпитализации отказался. И гражданка 2004 года рождения с диагнозом отравления продуктами горения доставлена в городскую больницу. Система ЖКХ работала в штатном режиме. Аварий на объектах тепла, вода, газа и электроснабжения не было. В округе в плановом режиме продолжается замена лифтов в МКД. В этом году предстоит обновить 37 единиц оборудования. Вся работа лежит на плечах управляющей компании ЛГЖТ. Также в многоквартирных домах округа проводят ремонт подъездов. На 22-й год у нас запланировано 146 подъездов отремонтировать. В работе сейчас у нас находится 30 подъездов. Это ЛГЖТ, 29 подъездов в содействии, 1 подъезд. И уже выполнены работы по ЛГЖТ 69 подъездов, управляющей компанией в содействии, 29 подъездов. В проделанной работе отчитали сотрудники управления благоустройства дорожного хозяйства, а также представители парков, спортивного блока и здравоохранения. В конце встречи глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий представил коллективу своего первого заместителя Владимира Волкова. На эту должность он вступил на прошлой неделе. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе провели встречу с жителями. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и сотрудникам правоохранительных органов. Как прошла встреча, расскажут мои коллеги. Встреча в формате выездной администрации прошла в Малаховской школе номер 52. Наибольшее количество обращений по темам строительства, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства. Жительница 45-го дома по Буковскому шоссе Мария Метальникова попросила решить проблему горячего водоснабжения. У меня пропадает напор воды горячей, когда разбор идет. Когда люди приходят с работы, я живу на пятом этаже, у меня просто нет воды горячей. Ну вообще. В управляющую компанию обращалась. Вот решаем вопросы, но с ними сложно. Поэтому пришла опять на встречу и, надеюсь, сейчас будут какие-то сдвиги. Наталья Дашкевич тоже пришла за помощью. От лица жителей жилого комплекса «Кореневский форт-2» она подняла вопрос транспортной доступности. У нас только один транспорт, коммерческая девятка доходит до нас. А дети едут в садики, в самолет, получается, с пересадкой. Самый главный вопрос у нас стоял о продлении 31 маршрута до нашего комплекса. Чтобы пойти навстречу жителям и оперативнее решить ситуацию, подключат Министерство транспорта Московской области. Навстречу поднимали и вопрос качества содержания дорог. Мы пришли, чтобы нам заасфальтировали дороги, подъезд к СНТ «Березка» нашему и подъезды около школы «Кореневский переулок», 59-й школы «Кореневская», там дороги. Но нам пообещали всё сделать. Все обращения зафиксированы и взяты в работу. Многие из них решены на месте. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжается плановая замена лифтов в многоквартирных домах. В этом году работа проходит по 12 адресам. Замене подлежит то оборудование, которое отслужило четверть века. Подробности в материале нашего корреспондента. Один из МКД, в котором потребовалась замена лифтов – 17-этажная высотка на третьем почтовом отделении. В доме, построенном 28 лет назад, 4 лифта. Два грузовых и два пассажирских. Чтобы не оставлять жителей верхних этажей без средства передвижения, оборудование будут менять по очереди. Стартовали 18-го, 04-го апреля. Было завезено оборудование и приступили к работе. У нас только сейчас не работает один грузопассажирский. А пассажирский лифт также работает до ввода первого лифта, который мы смонтируем. Первый этап работ – замена лифтов грузоподъемностью 630 килограммов завершат 2 июня. Затем начнется демонтаж пассажирских лифтов. Их заменят до 1 июля. Мы ставим задачу, чтобы лифтов, которые работают более 25 лет, не было. И мы эту задачу по сути решили. Все-таки это оборудование, которое несет в себе определенную функцию. И оно должно быть изопределенно надежным, потому что, по большому счету, это жизнь человека. Всего в этом году в округе заменят 37 лифтов. 8 новых грузоподъемников уже обслуживают жителей многоквартирных домов. А 11 единиц оборудования в процессе замены. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Сотрудники Люберецкого городского жилищного треста напоминают о необходимости своевременно оплачивать услуги ЖКХ. Особенно это касается жителей, у которых накопились большие долги перед управляющей компанией. К некоторым из них представители ЛГЖД пришли вместе с судебными приставами и нашей съемочной группой. Вы знаете, что имеется задолженность за жилищно-коммунальные услуги перед изыскателем? Этот мужчина задолжал управляющей компанией более 100 тысяч рублей. Неоднократные призывы и напоминания платить услуги ЖКХ не привели к результату. В итоге у него в квартире судебные приставы. Накладывают арестное имущество. Взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги является основной задачей Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Потребителям ресурсов необходимо ответственно относиться за погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги, иначе ждут серьезные последствия. Такой случай далеко не единичный. Только в этом пятиэтажном доме сумма долгов жителей перед ЛГЖД составляет полтора миллиона рублей. Во всем городском округе под ведомством управляющей компании более 800 МКД. Почти в каждом есть злостные неплательщики. Требования правительства Московской области, требования главы, требования нашего генерального директора о том, чтобы улучшать качество обслуживания территории, содержания домов. Но при этом улучшение этого качества возможно только при наличии финансовых средств. Работаем с должниками только с той целью, эти деньги нужны, чтобы провести ремонт подъездов, чтобы обслужить территории, построить детские площадки, благоустройство сделать дворовых территорий. Если сумма долга крупная и погасить ее единовременно не получается, житель может взять рассрочку. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию. Проверить наличие долгов и оплатить их можно на портале госуслуги. В Томилине начинают переселять людей из ветхого и аварийного жилья. В микрорайоне птицефабрика жители шести домов, которые попали под расселение, получат ключи от квартир в жилом комплексе Новотомилина в ближайшие месяцы. Этого события многие ждали несколько десятилетий. Лариса Сафронова готовится к переезду. Вещи почти собраны, новая мебель закуплена. В то, что совсем скоро ее ждет новоселье, женщина поверила не сразу. Сколько было обещаний, переселения, расселения, сколько было комиссий вызывали. Ни одна комиссия не приняла дом со статусом аварийного или ветхого. Если бы не группа «Тройка РЭД», мы бы, наверное, до конца жизни не расстались с этой нашей легендой. Этому дому почти 90 лет. Деревянные перекрытия изношены, электропроводка неисправна, а трубы давно прогнили. В ванной запах сырости, на стенах грибок. В таких условиях жить непросто. Делаем ремонты по несколько раз в год. Красим, мажем, замазываем. И все равно все гниет, все рушится, потому что там нечему держаться. Лариса Вильгельмовна мечтает, чтобы все это поскорее забыть, как страшный сон. А пока берет пакет документов и вместе с внуком отправляется в офис ЖК «Нова Тамилина». С вашими документами все в порядке. Вот, держите ключи. Поздравляю вас с новоселью. Спасибо огромное. Господи, неужели дожили? Неужели дождались? Семья Сафроновых стала первой, кто получил квартиру в новостройке. Территория вокруг дома благоустроена и озеленена. Есть детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием. По периметру установлено освещение и скамейки. Новую квартиру Лариса Сафронова видела только на плане. И сегодня она впервые перешагнула ее порог. Моя квартирка. Моя сануше. Внутренняя отделка стен новоселам понравилась. Именно такого, любимого светлого цвета, Лариса Вильгельмовна уже приобрела мебель для своей квартиры. Будет у Сафроновых и собственная кухня и ванная комната, которые теперь не нужно делить соседями по коммуналке. Вот этого переезда мы ждали 26 лет. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья, ключи от новых квартир в жилом комплексе «Нова Томилина» получат более 500 человек. Это жители шести домов в микрорайоне «Птицефабрика». Мы уже начали выдавать ключи в 16 мая этого года. Совсем недавно уже первые жители счастливые появились. На пару месяцев мы уже со всеми клиентами повстречаемся и передадим ключи. «Тройка РЭД» ведет строительство жилых микрорайонов на территории Люберец с 2012 года. По версии Национального объединения застройщиков жилья, последние несколько лет компания лидирует в рейтинге надежности застройщиков Московской области. В жилом комплексе «Нова Томилина» будут возведены детский сад, пристройка к школе на 550 мест и 8 домов разной этажности. Четыре из них уже построены. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберецком округе проходит ежегодная акция «Безопасные окна». К сожалению, с наступлением хорошей погоды увеличивается число случаев выпадения детей из окон. Как предотвратить трагедию, расскажет наша съемочная группа. Вот сейчас дверь закрыта. Вставляете ключ, поворачиваете, открываете дверь. Закрываете, поворачиваете ручку, ключ вытаскиваете, нажимаете на кнопку, дверь забавки. С такой системой защиты маленький ребенок точно случайно не откроет дверь на балкон или окно. Сегодня у семьи Гавриловых установили блокираторы во всех комнатах. Квартира находится на третьем этаже. Выпадение ребенка из окна с такой высоты опасно для жизни. Готовлю кушать, постоянно летал сюда-сюда, не дабы услышал открытие окна. Сразу подрывался, бежал, смотрел, открыли, не открыли. У нас бывало, что здесь игрушки выбрасывали. Ходила вниз, потом игрушки подбирала. А теперь я спокойно буду, потому что у меня все безопасно. Существует несколько видов замков на окна. Накладные, врезные, с тросом. Стоимость их невысока. На установку требуется пара минут. Можно предоставить ручки с блокиратором, который закрывается на замок, чтобы дети не открывали. Можно поставить также на проветривание, чтобы окно не открывалось, и будет безопасно. По рекомендации врачей, проветривать помещение нужно не реже двух-трех раз в день, по 20-40 минут в теплую погоду и 10-15 минут в холодную. Важно, чтобы в это время дети находились в другой комнате и были под присмотром взрослых. Ты можешь открыть окно и вывалиться, подходить к окнам вообще нельзя без присмотров. Проветрить можно, но не открывать полностью. Обидно, мама открывает окна. Каждый год с наступлением весеннего и летнего периодов учащается число случаев выпадения детей из окон. В 2021 году в городском округе Люберцы зафиксировано 15 таких происшествий. Четыре из них закончились с трагедией. Даже когда вся семья находится дома, происходят вот такие случаи. Мамы подходят на кухню по делам, дети остаются одни. Это один момент. И эта неосторожность и несчастный случай случились. В этом году в Люберцах из окон выпали уже трое детей. Один из них, к сожалению, погиб. Я прошу вас, будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте окна открытыми. Если в доме есть маленький ребенок, используйте только режим проветривания. Поставьте запоры на окна. Жизнь вашего малыша бесценна. Будьте внимательны. Берегите своих детей. Ежегодно в Подмосковье в рамках акции «Безопасное детство» проходит программа «Безопасные окна». Ее цель – предотвратить гибель и травмы детей в результате несчастных случаев. Установка замков на окна может сохранить жизнь вашему ребенку. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе прошло заседание рабочей группы по вопросам экологии. На встрече присутствовал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов. Наряду с представителями администрации он ответил на вопросы жителей. Подробности далее. Благоустройство парка, лесная пушка, загрязнение окружающей среды с точными водами и проблемы, связанные с раздельным сбором отходов. За круглым столом прозвучали самые актуальные вопросы, связанные с экологией. Заседание проходит в режиме диалога между жителями и представителями власти. Не хватает бункеров. В результате, в 2020 году осенью мы замечательно поработали. Люди привыкли бросать растительные отходы. Мы их приучили. Вы знаете, это очень большая была работа. Вы представляете, до каждого донести, куда нужно бросать растительные отходы. Мы дежурили у этих бункеров, чтобы бросали только растительные отходы, ни одной бумажки, чтобы там не было. Если бы нам дали дробилки, если бы мы эти ветки передробили, объем был бы намного меньше в этих бункерах. По практике у нас есть муниципальное учреждение, которое обслуживает наши все контейнеры, площадки, объединенный комбинат благоустройства. И то же самое, если вдруг идет перекопление, ну то есть скопление этих веток, да, и корневая система, и все это вывозят на базу, через дробилки прогоняют и отправляют в рекоператор. Если рекоператор запирается, если не такое большое количество, это уже рекоператор. Еще один вопрос коснулся состояния береговой линии реки Пихорка. По словам жителей, водоем нуждается в очистке. Пихорка, она отнесена к объектам федерального надзора. То есть это под надзорностью Росприрод, надзора по московской и смоленской областям. Родоохранная зона у Пихорки составляет 200 метров, а прибережная защита полоса 20-метровая зона. Давайте установим те места, которые необходимо в рамках работы муниципалитета почистить, сделаем совместную работу. Подобные встречи проходит регулярно. Рабочая группа по вопросам загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Люберцы была создана Министерством экологии и природопользования Московской области три года назад. Кроме представителей правительства Подмосковья, в нее входят сотрудники различных ведомств, активисты общественных организаций и бизнес-сообществ. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжается третий этап благоустройства парка «Малаховское озеро». Рабочие укладывают дорожно-тропиночную сеть и готовятся к установке детских игровых площадок и малых архитектурных форм. Что еще появится в зоне отдыха, расскажет наш корреспондент. Третий этап благоустройства парка заключительный. Результатом проведенных работ станет закольцованная вокруг озера тропиночная сеть. Комфортно и безопасно передвигаться смогут как пешеходы, так и велосипедисты. Хотя уже сейчас, когда работа еще продолжается, жители поселка отмечают положительные изменения. Я в Удельной живу. Да, и еду вот на работу. Все прекрасно, благоустраивается. Было, конечно, здесь до этого очень некрасиво. Не в плане того, что там мусора очень много было. Я думаю, сейчас люди более культурные станут из-за того, что благоустраивается. И меньше мусора будет. На данный момент приводят в порядок территорию парка со стороны спасательной станции. В этой части прибрежной зоны появятся спортивно-развлекательные комплексы, камеры видеонаблюдения, урны и лавочки. Также здесь обустроят пляжную зону. В ежедневном режиме проводятся работы. Соответственно, от вида работы количество задействованных людей меняется. Но постоянно на объекте не менее 30-35-40 рабочих работает в ежедневном режиме. Важный пункт третьего этапа благоустройства – строительство пешеходного моста, соединяющего две стороны озера. Сейчас этот проект на стадии согласования. Мы просто отрабатываем с экологами, потому что мостовая конструкция – это примыкание к водоему. Здесь есть определенные разрешительные документы. Но я надеюсь, что мы в ближайшем месяце все это получим. И надеюсь, что в этом году мы и сделаем именно мост, который соединит два берега Малаховского озера. И мы замкнем. То есть будет такое круговое движение, круговые прогулки. Благоустройство территории вокруг Малаховского озера стартовало в конце 2019 года. Большая работа, проделанная за это время, кардинально преобразила зону отдыха. Масштабная реконструкция парка завершится в этом году. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Городской округ Люберцы присоединился к международной акции «Сад памяти». Цель проекта – высадить более 27 миллионов деревьев по всей России и в странах ближнего зарубежья. Количество саженцев равняется числу погибших в годы Великой Отечественной войны. На патриотическом мероприятии работали мои коллеги. В этом году локацией для проведения акции «Сад памяти» стала лингвистическая школа. Во дворе нового учреждения подготовили места для посадки 30 саженцев сирени. Декоративные кустарники не только будут радовать своим душистым ароматом, но и станут символами жизни и памяти. Они будут нам говорить о том, что за наше Отечество было отдано 27 миллионов жизней. Я сегодня хотел бы искренне пожелать, чтобы мы светлую память о наших героях хранили в сердцах. И я искренне желаю, чтобы подобное никогда не повторялось. Это самая главная задача. Хорошую традицию мы с вами сегодня создаем. И пусть эти деревья станут вечным напоминанием о подвигах героев нашей страны. Акция «Сад памяти» зародилась в 2020 году. Ее инициаторы – Фонд памяти полководцев «Победа» и Всероссийское движение «Волонтеры Победы». Идею высаживать каждую весну 27 миллионов деревьев поддержали страны бывшего Советского Союза. И вот уже третий год патриотический проект объединяет несколько народов. В этом году у нас уже более 30 стран. Самая активная – это Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан. И в том числе страны дальнего зарубежья приходят и высаживают свои памятники, организуют их сами. Либо же мы помогаем с деревьями и с местами. Пусть это дерево прослеет вместе с нами. К акции «Сад памяти» присоединились люберецкие школьники. Среди них воспитанница лингвистической школы десятиклассница Альмира Сотикова. Это дерево я сажаю в честь своего прадеда Чурагина Василия Степановича. Хочу, чтобы это дерево росло так же, как и процветает память о нем. Деревья и кустарники на территории школы высадили не только в честь героев Великой Отечественной. Актер Владимир Стеклов неоднократно выступал перед российскими военнослужащими на Донбассе. 9 мая он был в Мариуполе, где встречался с бойцами батальона «Спарта». И сегодня народный артист сажает сирень в память о Владимире Жоге. Он не просто погиб, а он спасая, они увезли гуманитарку в Новахо. И он предотвратил танковую атаку и был убит снайпером. Я думаю, что он среди героев Донбасса стал первым героем России. Не случайно именно 9 мая в Москве президент Владимир Владимирович Путин вручил звезду героя его отцу Артему Жоге, который сейчас возглавляет батальон «Спарты». В этом году международная акция стартовала 18 марта. На территории Подмосковья за это время высадили более 320 тысяч деревьев и кустарников. Сад памяти 2022 завершится на Поклонной горе 22 июня, в День памяти и скорби. Владимир Ружицкий поздравил сотрудников компании «Продукт-сервис» с четвертьвековым юбилеем. Люберецкое предприятие, которое работает под известными марками «Лебо» и «Серенада», входит в тройку лидеров по производству натурального кофе в России. На предприятии работают более 180 человек. Большинство из них – жители Люберец. Отличившимся сотрудникам глава округа вручил награды. Когда заходишь хоть к кому-то домой или в коллектив, сразу чувствуешь атмосферу. Какая она? У вас она легкая, домашняя, такая приятная, комфортная. Я хочу вам сказать, что у вас замечательное предприятие. Я хотел бы вам пожелать, чтобы оно развивалось, двигалось, чтобы у вас повышалась заработная оплата. Надеюсь, что 25 – это первый юбилей. Такой большой, будет 50, будет 75, будет 20, развиваться. Здоровья, благополучия всем вам, на вас все держится. Я не даю вам, что это происходит. Маргарита Тимофеева пришла сюда после окончания университета пищевых производств. За 20 лет работы создала около сотни рецептов кофе. Для меня компания Лепа, ну, не знаю, второй дом, наверное. Здесь проводишь больше времени, чем дома. А коллегам пожелала, не знаю, только вперед. Ассортимент торговых марок широко представлен во всех регионах России. Кофе, который делают в Люберцах, экспортируют в 10 стран мира. И это только начало. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошли праздничные линейки, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок в этом году услышали более 1211 классников. Как выпускников 25-й школы провожали во взрослую жизнь, расскажем в следующем сюжете. Все-таки социализировалась я тут, как личность выросла. Вот, то есть самые такие качества основные мне дала школа. Последние минуты в качестве школьников. Девочки поправляют макияж, мальчики готовятся к выступлению. От классного руководителя звучит команда. Строимся по два человека. В актовом зале тем временем заждались главных виновников праздника. Поздравить ребят пришли родные, друзья и почетные гости. В этом году 25-я школа выпускает два 11-х класса. Дорогие выпускники, я искренне вам хочу пожелать успешной сдачи выпускных, сдачи ЕГЭ. Поступить туда, куда вы желаете. И мы вас с радостью будем ждать на земле Люберецкой, потому что она очень богата на таланты. И я думаю, мы в развитии, мы столичный регион, и вы всегда найдете применение в себе. Последний звонок на последний урок. Что дает нам последний звонок? Он дает нам старт в новую жизнь. Он дает нам старт к реализации тех свержений, тех знаний, которые вы получили, для того, чтобы вы их развили, приумножили в будущее. Сами выпускники тоже вышли на сцену, чтобы выразить слова благодарности за беззаботные 11 лет, проведенные в этих стенах. Для каждого учителя они приготовили индивидуальное тематическое поздравление. Вот осталось нам написать сочинение. Руки все сильнее дрожат от волнения. А сегодня просим родные прощения. Если не так, что-то не так. Прощальный звонок – это и слезы, и радость одновременно. Эмоции переполняли не только виновников торжества. Для родителей выпускников это не менее волнительный день. Впереди у их детей новая взрослая жизнь. И по всеми дворам! Луиса Егия-Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Живая история чернильных приборов. В Люберецком краеведческом музее открылась новая выставка. Знакомство с экспонатами из частной коллекции антикварных чернильниц приурочено ко дню славянской письменности и культуры. Подробности в нашем следующем сюжете. От тростниковых и гусиных перьев до современных авторучек. На этой выставке отражена эволюция чернильных письменных приборов. В краеведческом музее представлены как антикварные уникальные предметы, у которых нет аналогов во всем мире, так и популярные чернильницы, которые массово выпускали в советские времена. Автор экспозиции – коллекционер Леонид Бельский. За 20 лет собрал 300 экспонатов из 20 стран мира. Находясь в Риме, я совершенно случайно на барахолке в антикварном магазине увидел первый чернильный набор. И до конца даже мне не было понятно, что это такое. Но вот в процессе я потом обнаружил, что их на самом деле много, они разные, из разных материалов. И постепенно стал как бы приобретать. Самыми первыми с частной коллекцией пришли ознакомиться воспитанники художественного отделения детской школы искусств номер 2. Автор выставки подробно рассказал о каждой чернильнице. Некоторые экспонаты посвящены памятным датам и важным историческим событиям. Вот эта ручка в честь запуска первого космического спутника. Детям не только показали, с помощью каких предметов писали несколько столетий назад, но и дали возможность самим подержать в руках гусиное перо. Впрочем, юные художники с легкостью справились с заданием. Написали пером старинные русские заговоры и поговорки. Писать пером очень легко, как шариковой ручкой. Ну, я писала бы в обычной жизни тоже пером. Пишет мягко, но надо макать всегда в чернила. Коллекция письменных предметов Леонида Бельского – одна из крупнейших в России. Выставка старинных чернильных приборов будет работать в Люберцах до конца лета. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Акция «Ночь музеев» в этом году прошла под лозунгом «Мода на традиции». Жители и гости городского округа посетили учреждения музейного истворочного комплекса. Что на этот раз приготовили для них работники культуры, расскажем в следующем сюжете. Этот зал Краеведческого музея называют Люберецким Эрмитажем. Здесь собраны жемчужины мировой культуры. Уникальная мебель, украшения, одежда, игрушки, аксессуары окунают в мир прошлых столетий. Экскурсовод, а он же главный хранитель музея Наталья Степанова, знает историю каждого экспоната. Некоторые предметы связаны с именами великих людей. Вот этот шкаф называется Микеланджело, потому что в Италии существует гробница Медичи. Эту гробницу Медичи оформил, вырезал из мрамора Микеланджело сам. Тот человек, который сделал этот гробный морний, который заказал этот шкаф, он родной брат императора Наполеона III. Одна из посетителей с Натальей Теплицкой – преподаватель детской школы искусств. Недавно она была в Краеведческом музее со своими учениками. Сегодня снова вернулась сюда. На этот раз вместе с семьей, невесткой и внуками. Второй раз я уже смотрю эту экскурсию и с удовольствием еще раз все это слушаю. Это все предметы уникальные, особенно когда ты знаешь, что они связаны с такими знаменитыми людьми, с такими именами, которые мы даже просто не представляем, что это возможно. Ведь действительно и не Москва, и не какие-то другие города, а Люберцы. А предметы приехали из Парижа, с Франции, и они истинные, настоящие. Просто уникальная действительно выставка. Уникальная. Этажом выше детские голоса и бурная творческая деятельность. Пока взрослые рассматривают экспонаты, маленькие гости на мастер-классе по декоративно-прикладному искусству. Учатся делать открытки в технике оригами. Здесь был сгиб, а тут у нас именно много-много складочек. Пришли с детьми со старшими. Одна школьница и сын дошкольник. Ну, школьникам очень интересно уже все эти экскурсии, узнать что-то новое. Ну и, конечно, мастер-класс. И дети очень любят творчество. Мастер-класс по лепке из глины, открытие художественной выставки, творческие встречи, стихи и песни. Программа «Ночи музеев» в этом году обширная. За последние два года акция впервые проходит без ограничений. Даже у нас в этом году лекция по натруциологии. Мы заботимся о здоровье наших жителей и о своем тоже. Суставная гимнастика будет интересная. В прошлом году «Ночь музеев» была под эгидой больше, чем музей. Мы остаемся в этом формате, добавляя моду на традиции. Акция, приуроченная к Международному дню музеев, прошла во всех структурных подразделениях музейно-выставочного комплекса. Учреждения культуры бесплатно посетили сотни жителей и гостей городского округа Люберцы. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце «Спорта Триумф» прошел весенний турнир по баскетболу среди юношей и девушек на призы российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». В нем приняли участие восемь команд из разных городов Подмосковья. За финальными играми наблюдали мои коллеги. Областной турнир объединил команды из Люберец, Зержинского, Раменского, Красногорска, Видного и Электростали. Воспитанник Люберецкой спортивной школы Олимпийского резерва Никита Галкин с легкостью обводит соперника и забрасывает мяч в корзину. Пять лет усердных тренировок дают результаты. Пришел на одну тренировку. Хотел сначала на футбол, потом понравилось и вот зачем. Теперь занимаюсь. Динамичность, просто удобнее как-то больше руками играть, то есть не нолями. Просто хорошая игра нравится. Конечно, лучше победа, но участие тоже важно. Люберчане завоевали главные трофеи турнира. Награды победителям вручил баскетболист Александр Дедушкин. Спортсмен отметил, что баскетбол – одна из самых популярных командных игр в России. Правила понять легко, хотя в них есть свои тонкости и сложности. Бежать прямо в бок, спиной и еще и прыгать в стороны. Соответственно, развивается координация, развивается физическая кондиция. Шахматы в движении, то есть тебе постоянно нужно думать. Ты должен видеть четыре своих партнера и пять соперников, для того, чтобы не перехватили мяч, для того, чтобы ты мог отдать вовремя передачу. В завершении турнира, который станет Московской области традиционным, ребята приняли участие в мастер-классе от чемпионов России Александра Дедушкина и Виталия Ионова. Спортсмены показали технику передачи мяча и продемонстрировали, как в несколько движений обыграть защитника и дать хороший пас, который может помочь набрать очки команде. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Еще одним спортивным событием стал турнир по хоккею. Любительские команды боролись за кубок главы городского округа Люберцы. Встреча состоялась на ледовой арене «Зенит» Тамилина. Там работала наша съемочная группа. Ледовая арена – место притяжения спортсменов в любое время года. Здесь оттачивают навыки мастерства юные хоккеисты и фигуристы. Сейчас на ледовом поле детские команды «Зенит» играют в дружеском турнире. Занятие проходит пять раз в неделю по два часа. Чтобы хорошо уметь играть в хоккей, нужно хорошо кататься на коньках, уметь пасоваться и видеть все поле. А это уже опытные хоккеисты. Четыре любительские команды сражаются за кубок главы Люберец. В прошлом году первое место досталось «Фениксу». На этой игре в первом матче команда встретилась с клубом любителей «Динамо». Мы, конечно, заняли лидирующие позиции, играем в зоне, но всегда есть интрига. Планка всегда высокая. Ну, главное – без трам, чтобы спорт нес только радость. Ну, а дальше – это всегда борьба, всегда конкуренция. Ну, конечно, всегда надеемся на призовые, ну и на первое место. Команде, которая завоюет победу на этот раз, предстоит игра в суперкубке с ветеранами хоккея из Воскресенска. Перед началом турнира спортсменам пожелал удачи глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Хоккей – это игра не для трусливых, это игра сильных, смелых парней и девчонок. Я тут заметил, тут и у нас девчонки есть. Я хотел бы сегодня пожелать вам такого хорошего спортивного настроения, спортивного азарта. Получайте удовольствие от игры. Кубок главы городского округа Люберцы – ежегодное спортивное событие, которое собирает настоящих ценителей хоккея. Впервые эти соревнования прошли 4 сентября прошлого года, через 6 месяцев после открытия ледовой арены. В планах организаторов с каждым годом делать турнир еще более масштабным. У Эйза и Геазаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На стадионе «Электрон» в Краскове прошло первенство городского округа Люберцы по футболу среди мужских команд. Это первая игра в новом сезоне. На матче открытия побывали мои коллеги. На поле готовится выйти Люберецкий «Спартак» и команда «Балятина» из поселка Октябрьский. Красно-белые будут играть в новом составе. Но взаимная поддержка и чувство локтя уже есть. На строй боевой. Команде пожелаю только побед и успехов в начале сезона. «Спартак» – чемпион! Болельщики дружно поддерживают игроков. На матч открытия любители футбола приехали из разных подмосковных городов. Футбол все больше и больше становится популярен в городском округе Люберцы. Достаточное количество прекрасных стадионов, на которых одно удовольствие заниматься футболом. Приходите на футбол, болейте за свою любимую команду, поддерживайте округ, поддерживайте своего партнера. В начале мая люберецкие футболисты успешно выступили в первенстве Московской области. Теперь спортсменов ждет серия матчей окружного турнира. В этом году мы подтвердили участие порядка 10 команд. Это большое количество. Для любого муниципалитета вообще Московской области в нашем первенстве принимают участие наши соседи, наши друзья с муниципалитетов Лыткарина, Котельники. И заявилась даже одна команда с Москвы. Мы ждем интересной борьбы, хороших соревнований. В новом футбольном сезоне до конца сентября будут сыграны около 90 игр. Матчи пройдут на стадионах городского округа Люберцы и в соседних муниципалитетах. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова